Привет! Игромания на связи. Команда All In каждый день, как трудолюбивые пчёлки, собирают все самые классные игровые новости, чтобы я их тебе рассказала и сделала твой вечер ещё более тёплым и приятным. И вот он, очередной костёр, разгорается уже прямо сейчас, поэтому подходи сюда ближе, будем греться. И ты там чё один сидишь, иди сюда. Нежный морж. КИБЕРПАНК 2077 Впрочем, анонимный сотрудник поведал, что по факту некоторые и так работают в авральном режиме уже примерно год, просто сейчас это стало обязательным для всех. При этом не нужно думать, что в руководстве студии сидят тираны. Разработчикам хорошо компенсируют эти дополнительные часы. Ну и по словам Бадовского, многие и сами понимают, что без переработок не обойтись. Ну а что обо всей этой ситуации думаешь ты? Как-то это повлияет на твоё ожидание? Пиши всё в комментариях. Sony начала обновлять свой магазин. Покопавшись в коде, игроки нашли интересные подробности о системе обратной совместимости. Во-первых, на PS5 будет режим ускорения. Вероятно, такой же, как и на PS4 Pro. Некоторые игры смогут идти с большей частотой кадров. Далее. Каталог совместимых игр на старте будет ограничен, но при этом Sony обещает его пополнять. Также найдено предупреждение, что некоторые возможности игр в режиме совместимости работать не будут. О чём именно идёт речь, пока не ясно. Впрочем, игроков больше беспокоят не старые, а новые игры. И особенно, сколько они будут стоить. Как раз начали принимать первые предзаказы, и, увы, порадовать нечем. Слэшер Godfall стоит 5700 рублей. В комплекте с первым дополнением – 7100. А максимальное издание с DLC и набором косметики стоит почти 8000. Да, похоже, шутки про 8К гейминг стали актуальнее раньше, чем планировалось. Ремейк Demon's Souls в стандартном издании стоит 5500, а в делюксовом – 6900. И последняя вишенка на торте. Некоторые иностранные торговые сети начали предупреждать покупателей, что даже по предзаказу они смогут получить PS5 не раньше следующего года. Хотя аналитики считают, что у Xbox будут аналогичные проблемы. Однако Microsoft предпочитает скрывать неприятности и говорить исключительно о хороших вещах. Например, глава Xbox Филл Спенсер внезапно заговорил на русском. Действительно, на каком языке можно ещё говорить о приятных вещах? Спасибо, что рубите с нами на Xbox. Увидимся в игре. Если кто не понял, товарищ Спенсер поблагодарил комрадов за то, что рубятся с ним на Xbox. С чего это вам вдруг? Оказывается, повод есть. Открылся русский филиал ресурса Xbox Wire. Там публикуют новости и анонсы, разные эксклюзивные материалы и не только. Также у Xbox Wire появился и собственный телеграм-канал. Кстати, тоже на русском языке. EA Play. Подписка на игры Electronic Arts станет частью консольного Game Pass Ultimate 10 ноября. То есть как раз к выходу нового поколения. На старте будет доступно более 80 игр, эксклюзивные скидки и пробные версии некоторых новинок. А вот на ПК всего этого придётся подождать до декабря. А ещё в ближайшую неделю-две в Game Pass станут доступны Doom Eternal, Brutal Legend, Forza Motorsport 7 и пара игр помельче. Помимо этого стали известны октябрьские новинки Xbox Live Gold. И вот тут, увы, щедрость Microsoft внезапно закончилась. Игроки получат юмористический хоррор Slayway Cam Butcher's Cut, ужастик Made of Scour, а также Adventurous Sphinx and the Cursed Mummy и Costume Quest. В общем, игры местами неплохие, но явно не то, чего ждут от Microsoft игроки. Похоже, всё самое лучшее теперь отдают в Game Pass. Ну и ещё немного небольших, но важных новостей. Шокирующая новость! Компания Valve, владеющая Steam, готовится провести в нём распродажи? Никогда такого не было, и вот опять началось. Скидки на Хэллоуин пройдут с 29 октября по 2 ноября. Осенняя распродажа состоится с 25 ноября по 1 декабря, а зимняя – с 22 декабря по 5 января. А 8 октября ожидается анонс процессоров AMD Ryzen 3, но уже появились первые тесты в играх, и они очень впечатляют. Похоже, что проблем у Интела теперь прибавится. Ролевой экшен Torchlight 3 выйдет из раннего доступа 13 октября. И фанаты серии волнуются, а не слишком ли рано? Космический симулятор Elite Dangerous готовится к выходу дополнения Odyssey. В честь этого с 27 октября предыдущий аддон под названием Horizons станет бесплатным. А что у нас там со свежими скидками? Давай разбираться. В магазине GOG началась распродажа игр издательства 2K. Вторую «Мафию» отдают за 310 рублей, третью за 510, а XCOM 2 за 430. Кроме того, интересные скидки завезли на Nintendo Switch. Шутер Bulletstorm сейчас стоит менее 500 рублей, а игры серии Metro или ролевой экшен Torchlight 2 можно взять за 900. Но есть много скидок и на другие известные проекты, так что стоит заглянуть и самому посмотреть, что и как. Ну что, вот такие сегодня новости. Как говорится, спасибо за внимание. Если ты сейчас закончил или закончила смотреть какой-то классный сериал или мультик, пожалуйста, напиши об этом в комментариях, если ты хочешь его порекомендовать. Всем будет полезно. Ну а я напоминаю, что прямо сейчас идет четвертый сезон «Фарга». Если не ошибаюсь, вышло уже три серии. Это криминальная драма, где каждый сезон – это отдельная история, основанная на реальных событиях. Я когда-то посмотрела первый сезон, он мне так понравился, а потом раз как-то и вылетел из моей жизни, я сейчас смотрю четвертый. Уже ничего себе. Этот приятный сюрприз надо посмотреть. Хотя многие говорят, что первый сезон так последующий и не переплюнули. Если считаешь иначе, то тоже пиши в комментариях. Возможно, родится интересный спор. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику, и пока.